Тюрьма Рефортова на сегодняшний день является одной из самых старейших и таинственных исправительных колоний. Изначально в камерах сидело по одному человеку, но затем уже 3-4 арестанта, особо провинившихся людей доставляли в специальный карцер, в котором все стены были окрашены в черный свет. Здесь на человека оказывалось максимальное воздействие. Отбывают наказания узники, совершившие преступления различной степени тяжести. Всего можно выделить нескольких самых известных среди них. Первый – партийный деятель Карл Янович Бауман. Его посадили в тюрьму, несмотря на то, что для этого не было никаких серьезных оснований. За ложное обвинение в государственной измене здесь оказался еще один известный в советские времена деятель Виктор Семенович Абакумов, причем заставили его отбывать наказание всей семьей. Вместе с ним за решеткой оказалась его супруга. Вскоре женщину отпустили на свободу, а спустя несколько дней глава семьи был приговорен к смертной казни. За клевету в Лефортово попадал и Василий Иосифович Сталин. Его пребывание здесь было строго засекречено и до сих пор не осталось никакой информации о том, что происходило с ним в тот момент, когда он вынужден был пребывать в застенках. Здесь кантовался известный советские времена военачальник Кирилл Афанасьевич Мерецков. Сразу же после окончания срока отбытия наказания он был отправлен на фронт. За хищение сюда был доставлен 61-летний преступник Юрий Константинович Соколов. Здесь же его приговорили к смертной казни. О нахождении в Лефортово писал в одной из своих книг Эдуард Лимонов. Из-за условий некоторые заключенные предпринимали попытки к бегству. Еще в 1920 году это планировали сделать два узника – Дроженников Сергей и Клеткин Григорий. В декабре, когда проходили ремонтные работы, отопление, они воспользовались случаем и сделали дырку в полу, через которую смогли покинуть территорию тюрьмы. Подобный случай повторился и в 1994 году.